Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае проверяют качество уборки снега, наледи и сосулек во дворах многоквартирных домов. Кто виноват и куда могут обращаться барнаульцы, если их дворы, к примеру, не чистят? Говорим сегодня с координатором проекта Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог» Евгения Гущина. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вы проверяли и в прошлом году, и в этом. Если сравнивать, какова картина в этом году? Убирают лучше или хуже все-таки ситуация стала? Конечно, если говорить в двух словах, убирает однозначно лучше. Убирает проезжую часть лучше, но мы сталкиваемся, внутри дворовая территория, конечно, убирает хуже. Причина просто вся основная в том, что у нас нанеслись изменения в законопроект 46 ЗС, где у нас статья 27 говорит о чем? Говорит о том, что все сейчас административные протоколы и нарушения на основании данного законодательства, вся ответственность на управляющих компаниях. То есть у нас администрация, собственно говоря, города нашего, либо председателя комитета ЖКХ ничего абсолютно не может сделать, так как эта статья гласит о том, что это ответственность на управляющих компаниях. И поэтому на сегодняшний момент, если жители видят, что их внутридворовая территория никаким образом не чистится, не убирается, не вывозится снег, не очищаются снежные покровы с крыши, висящие наледи сосулек над балконами, все это, собственно говоря, ответственность управляющих компаний. А санкции какие для управляющих компаний предусмотрены? Санкции, административный протокол и на должностное лицо выписывается штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Если это, собственно, юридическое лицо, то там штрафы до 50 тысяч рублей. В каких городах вы проводите инспекцию? Ну, так как у нас акция, собственно говоря, снежный фронт проходит по всей России, то мы в Алтайском крае, конечно, проверяем крупные центры. Это город Барнаул, Биск, Заринск мы туда уже тоже окунулись. На сегодняшний момент у нас, так скажем, интересы есть в город Рубцовск проехать, посмотреть. Поэтому, конечно, это города. Можно уже сейчас сказать, в каких городах края ситуация лучше, хуже? Топ-3 худших городов по уборке территории? Ну, как вы думаете? Конечно, на сегодняшний момент у нас самое отсталое, так можно сказать, город Биск, Рубцовск и, собственно говоря, потом уже, конечно, идет Заринск и Барнаул. Вот ваши заявки, которые вы оформляете, куда вы их направляете? Кто на них реагирует? Мы направляем их в администрацию города Барнаула. То есть, если мы говорим про город Барнаул, именно комитет. То есть, профильные комитеты, которые занимаются непосредственными вопросами. Если мы все-таки говорим с вами о жилищном фонде, да, это обязательно комитет жилищно-коммунального хозяйства, в котором каждая структура есть в своем городе. Будто это город Биск, город Заринск. Если мы говорим с вами все-таки про дороги, это комитет по дорожному хозяйству. Каков алгоритм действий дальше? Вот вы направили, и сколько дней можно ждать, когда уберут, не уберут? Когда уже нужно бить тревогу жителям, что не среагировали? Или наоборот среагировали? Ну, я бы так сказала. То есть, определенных каких-то нормативов, жалобы, мы сами понимаете, 30 дней. То есть, если вы написали в какой-то комитет, то в течение 30 дней вам обязан прийти ответ. Либо растает снег, да? Да, либо уже растает снег. Но тут, конечно, это не актуально пока. Снег еще у нас в феврале месяце не растает, поэтому пусть наши уважаемые жители пишут именно, собственно говоря, с обращением именно от себя, от собственного лица. То есть, потому что анонимное обращение, конечно, ни в коем случае рассматриваться не будет. То есть, если вы понимаете о том, что все-таки те или иные нарушения у вас есть, тогда пишем заявление в комитет по жилищному коммунальному хозяйству от себя лично с указанием своего адреса, номера телефона, для того, чтобы потом пришла обратная связь, чтобы вы были осведомлены, то есть, собственно говоря, с той или иной, каким образом будет решена ваша проблема. Ну, и потом уже смотрим решение данного вопроса. Ну, долгий достаточно процесс. Опять же, это все бумажное, волокита. А можно как-то ускорить? Вот, к примеру, идешь по улице, видишь, висит сосулька такая, которая, не дай бог, упадет, и все понятно, что может произойти. Ну, тогда нужно звонить в жилищную инспекцию. То есть, жилищная инспекция, и, собственно говоря, там у нас реакция достаточно оперативней. Не будем ждать с вами 30 дней. Там у нас реакция в течение 10 дней. Но в любом случае, моментально, конечно, у нас с вами никто не отреагирует. Ну, либо управляющая компания. Если вы действительно понимаете, что у вас это настолько острый вопрос, тогда нужно убить тревогу управляющей компанией. Евгения, что делать, к примеру, владельцам автомобилей, на которые нечаянно, бывают такие ситуации, да, упал снег, который вовремя не счистили управляющей компанией. Вот здесь на что можно рассчитывать и можно ли какие-то претензии предъявлять управляющей компанией? Ну, так как у нас на сегодняшний момент управляющая компания отвечает за ваше личное имущество, да, мы с вами, собственно, все-таки доверили именно содержанию управляющей компании, поэтому, конечно, вся эта ответственность будет ложиться на них. То есть, несвоевременная уборка снежного покрова с крыши, пожалуйста, вот мы это имеем. И поэтому в Синалиде, и у нас есть такие случаи, когда транспортное средство страдает от этого, поэтому пишем сначала в управляющей компании, а потом снова в жилищную инспекцию. То есть, если смотрим на управляющую компанию, у нас с вами никаким образом не реагирует. Ну, а потом дальше уже в администрацию города. Ну, и в судебном порядке. В судебном порядке, конечно, когда взыскиваем, если мы уж действительно никаким образом этот вопрос с вами не решили. Ну, а если в управляющей компании говорят, а вот ваш подъезд, к примеру, должник, и поэтому мы не будем вам никоим образом компенсировать, и снег не будем чистить, потому что вот там квартира 47 не заплатила. На сегодняшний момент действительно такая проблема у управляющей компании есть. Сбор достаточно низкий по коммунальным платежам, и поэтому, ну, опять же, да, вот недавний наш выезд на Петра Сухова показал о том, что все равно, то есть по дому есть определенные долги, но тем не менее, то есть, приехав в администрацию города Броналово в лице комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, выписали протокол управляющей компании за ненадлежащее содержание придомовой территории. Поэтому, собственно говоря, в любом случае управляющей компании отвечать. Вот если вы сейчас уже можете говорить и сравнивать относительно районов в городе Барнауле, например, вот есть ли вообще, в принципе, образцовые это у нас дворы или нет? Вы знаете, пока у нас идет инспекция, я не готова это сказать. Вот по окончании акции 28 февраля, когда мы все-таки все районы города проинспектируем, мы дадим какую-то уже предметную оценку. Еще один, Евгения, момент опасный, который хотелось бы с вами обсудить, это открытые люги, которые припорошены снегом и, естественно, представляют опасность. Мы помним, как пару лет назад туда попадали мамы с ребенком, чудом оставались живы. Вот скажите, пожалуйста, понятно, что обходите, смотрите, эти вещи мы все понимаем, но что делать? Чья это зона ответственности? Ну, давайте будем немножко разберемся, прям буквально немножко. Значит, смотря какие люки. Здесь тоже нужно понимать, у нас люки есть и водоканала, потому что коммуникации все-таки, все коммуникации, которые у нас проходят, они проходят под землей, и как раз через эти люки, собственно говоря, туда и попадают те или иные компании, которые занимаются содержанием сетей. Поэтому, если это, грубо говоря, люки на проезжей части, нужно обратить внимание на маркировку люков. То есть у люков есть маркировки. То есть сейчас вот я просто, к сожалению, не могу вам пояснить, да, какие маркировки, за что, какие, ну, то есть какие компании отвечают за какие люки. Во всяком случае, там можно опознать, да. То есть есть люки водоканала, есть люки БСК, это Барновольская сетевая компания. Поэтому, собственно говоря, нужно просто смотреть маркировки, кому они принадлежат, и мы с вами все это поймем. Значит, ну, в основном, конечно, если мы видим открытые люки, то, что мы вот сейчас, да, с вами проговорили пару лет назад, это были случаи, это все-таки водоканала были люки, когда они открывают, да, и не закрывают за собой при проведении, опять же, этот случай, когда у нас происходит, происходит в основном все-таки весенне-летний период времени, когда как раз проводится работа дорожного характера. И поэтому несвоевременно закрытые люки, либо плотно незакрытые люки к этому и приводят. И поэтому на сегодняшний момент, конечно, в зимний период времени данные случаи встречаются гораздо реже, но тем не менее они встречаются. Тогда мы с вами выясняем все-таки через администрацию города Барнаула, указав адрес открытого люка, мы просто можем, ну, так скажем, можем через профильные комитеты узнать, чьи это люки. То есть, еще раз, да, либо это у нас с вами комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту города Барнаула, если мы говорим про наш город, либо это комитет жилищно-коммунального хозяйства. Как долго продлится ваша акция, сколько вы будете проверять дворы? Наша акция до 28 февраля текущего года, то есть нам еще плотно работать более месяца. Всю зиму. Всю зиму, да, практически, поэтому она и называется «Снежный фронт». То есть началась в декабре с момента выпадания наших с вами осадков, плотных осадков, и заканчиваем февралью месяцем. Поэтому я думаю, что мы проинспектируем практически на каждое обращение жителей обязательно обратим внимание, потому что, ну, нельзя оставлять, понимаете, без внимания ту или иную жалобу, потому что сегодня эта жалоба, кажется, малейшая, да. Мы вчера, просто приведу вам случай, проводили рейд по улице Чкалова. К нам подходят жители и говорят, просто, знаете, жители на протяжении, вот буквально мы сколько, ну, минут, может быть, 7 были, подошло порядка 10 человек с обращением и с жалобами на управляющую компанию. Пожалуйста, помогите, нам надо убрать сосульки. Ну, вот в таком вот формате, да. То есть действительно, значит, мы понимаем о том, что жалобы есть. Просто люди либо до нас еще не дошли, либо не дошли до комитетов города. Либо это управляющая компания, такое тоже бывает. Либо управляющая компания, собственно, с вами у нас это скрывает. Спасибо вам огромное за беседу и за дело, которому вы посвящаете свое рабочее время. Спасибо большое. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с Евгенией Гущиной, координатором проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог». И будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова